Книга «Открытым окон», том 18, вопрос 3204, тема литература. «Сколько сейчас фильмов зарубежных, а отечественных почти нет. Какой из фильмов наших можно было бы посмотреть без ущерба для себя?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сейчас и своих боевиков, особенно про Чечню, Афганистан, про разврат, полно. Этот мусор и в руки не следует брать. Но этим летом пришлось посмотреть фильм «Зона». Советую каждому внимательно просмотреть, и может не один раз. Любой фильм, как бы он интересен ни был, он про то, в чем я никогда не смогу принять участие. И если я его не посмотрю, ущерба нет. Но вот то, что от тюрьмы до от сумы не зарекайся, это с нами. И будет всегда. Я сам отбывал срок в пяти тюрьмах и в лагере смерти. Потом, вот уже 14 лет подряд, трудиться пришлось в местной тюрьме, проходить по камерам. И даже имел доступ к смертникам. Мы помогали им духовно. Раздаем новые заветы, чистую бумагу и прессу. В год до 4 тонн продукции заносили туда. На Пасху приносили и раздавали по камерам даже крашеные яйца. У меня исключительно добрые отношения были с тюремным начальством. С начальниками СИЗО и раз в месяц собирался весь начальствующий и обслуживающий персонал. И в красном уголке я проводил занятия с ними. Раз в неделю по тюремной радиостудии выступал. В камерах есть радиоточки. И отдельно занятия вел с обслугой тюрьмы. «Как было мне в тюрьмах в лагере» – это подробно описано в книге «Для Слова Божия нет уз». Подробно приходится рассматривать все эпизоды в этой зоне. Комментируя поступки и сравнивая, как было у меня и как бы нужно было. Очень многих бед можно было бы избежать сидельцам. Скажу, что снято очень достоверно. Фильм полезен тем, что или ты сам можешь оказаться, или тебе, ох, как поможет знание тамошних порядков. Или пришедшие оттуда могут тебе встретиться. Да и сама страна сия есть огромная зона. Криминальным правительством. Криминальной думой во главе с главным паханом страны, как в архипелаге Гулаги, – изрекает полженицам. Извещенник достовернейший показан в фильме. «Он никакой». Ему бы только исповедовать, вызнавать, на чем он и погорел. О Христе нет истинного свидетельства. А есть кто-то и обращается от видений. То это просто карикатура на христианина. «Зона. Россия. 2006 год». Режиссер Петр Штейн. Фильм основан на реальных шокирующих историях, записанных в зонах, тюрьмах и пересылочных пунктах страны. Жестокая сущность зоны с ее порядками, чудовищной иерархией, скрытыми преступлениями, предстает перед зрителями во всех подробностях и с максимальной степенью достоверности. Начало проекту дала рукопись, которую, минуя тюремную цензуру, передали на студию люди, находящиеся по ту сторону решетки. К созданию сериала подключилась группа специальных сценаристов. Впервые в истории мирового кино и телевидения в проекте помимо актеров участвуют настоящие заключенные. Истории являются реальными, они были записаны сценаристами в настоящих зонах всей страны. Об авторах рукописи известно только, что они в настоящее время находятся в местах не столь отдаленных. Поначалу все выглядело как искусная мистификация, но когда рукопись показали авторитетным людям, выяснилось, что столь достоверно и фактурно описать современную российскую тюрьму могли только опытные сидельцы, на собственной шкуре узнавшие все тяготы жизни в неволе. Зона – это не территория, это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее. Андрей Тарковский. Пятьдесят серий. Весь фильм записан на двух дисках грибы. Деяние шестнадцать двадцать пять. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Лука двенадцать пятьдесят девять. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Паразакомния двенадцать восемь. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Деяние шестнадцать двадцать восемь. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Безвидная земля преобразилась, когда услышала глаголы иеговы. Да будет! Спучилась Америкой, Бразилией, Европа с Азией к житью почти готовы. Да будет! То и дело громыхало, кипела лава, дыбились цунами, и облака дымились апохалом. Всего и ангелы тогда еще не знали. Да будет! Жизнь крошила семена, Тянули влагу корни и стволы, За зимней белизной зеленая весна, И к лету ветры теплые послы. Да будет! И зевает человек С подругой первой, С первым одеялом, А кто-то первый попытался спеть О том, как получилось вкладно. А будет ли для жизни продолжение Того, что появилось очень кстати, Не станет ли одно другому жертвой, Не сгинет ли провали без остатка? На грешный мир нисходит благодать, Единородный сын родился в Вифлееме, В везде той разгораться и блистать, Перерождая в жизнь гнилое тление. Да будет! Стрелы тучей понеслись, Сражая вражеских нашествий легионы. На место тризны воцарилась жизнь И смех с улыбкой, Где царили стоны. Да будет Библия у каждого в запасе, И проповедь звучит о Господе Христе. Пути закончатся у каждого, Пусть Пасхой, Весть воскресенье Средь лучших новостей. Да будет путь наш от соблазнов чист, Сон благовестников родят монастыри. У каждого сто библей, Стрелы и мечи. Христос воскрес! Да грянет общий крик. 15 сентября 2006 год. Гнатий лапки.